Набор застежек для блузки. В напор входит 3 застежки разных размеров, разных цветов. Размер меня в принципе порадовал. Первая вот эта бусина где-то 1,2 см. А вот эти две будут около 1,5 см. Приблизительно, может чуть меньше. Ну, в принципе, очень такие симпатичненькие застежки. Не знаю, правда, куда их пока буду использовать. Но я думаю, что это все-таки по-любому нужная вещь. Вот так эти застежки выглядят с задней стороны. Не знаю, насколько они смогут держать вещи. Ну, надеюсь, что все будет нормально. Я их оставляю себе. Ну, может быть, еще... Может, себе одну оставлю, остальные порода. Может быть, все себе оставлю. Посмотрим. Они все разные, как бы интересные, симпатичные. Застежки эти застегиваются таким интересным образом. Здесь вот на этой застежке есть у нас вот такие вот две штучки. Вот их нужно нажать и одеть на стержень. Потом опустить. Сейчас попробую попасть. И опускаем. И все, застежка готова. Хорошая вещь. Думаю, пригодится. Шарф Фредерико. Очень давно хотела его приобрести. Ждала все, что цена снизится. И вот, наконец-то, ждалась во втором каталоге. В аулете распродажи. Я приобрела этот шарф. Размера я его пока вам сказать не могу. Вот здесь есть такие прорези для рук. Но могу сказать, что этот шарф в каталоге выглядел красней. Я ожидала, что он будет ярко-красный. Но он такой ближе к вишневому даже. Ближе к бордовому. На ощупь очень мягкий. Поскольку мне не прислали этот раз каталог Аулета. Чуть попозже я вам найду в другом каталоге, как он выглядел. И покажу при дневном свете, как он будет смотреться на мне. Много разных способов, как можно его носить. В пакете вместе с этим шарфом была такая инструкция, как можно его носить. Сколько разных способов. Очень длинный, широкий, мягкий, приятный на ощупь. Так этот шарф смотрится в каталоге. Можно сказать, носить его можно по-разному. Вот хочу вам продемонстрировать шарф. Какого он на самом деле цвета. Вот так вот его можно носить. Можно сделать покороче. Можно подлиннее. Прорези для рук. Теплый, удобный. Сейчас еще покажу варианты вам. Можно носить вот так, как простой обычный шарф. Можно носить вот таким способом, как хомут. Можно вдеть одну сторону в прорезь. И получится вот так. Такой вариант. Также вариант может быть и просто вот такой вот. Вот этот вариант мне тоже нравится, как бы. Неплохой. Больше всего, конечно, вот такой, как он и должен быть. Вот эти дырочки для рук. С двух сторон. Вот этот вариант самый интересный, я считаю. Согреет вас в любую холодную погоду. Сейчас посмотрим шарф при дневном свете. Сейчас он вообще поменял свой оттенок. Кажется вообще малиновым, как будто бы. Но на самом деле он больше вишневый. Шарф Фредерико. Советую всем приобрести, кто любит вещи такого типа.